всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду когда-то очень давно леток пожалуй 15 назад мы большой компании решили устроить себе отпуск в хорватии арендовали маленькую яхточку и очень славно прошвырнулись вдоль побережья каждый вечер бросали якорь в новом месте знаете солнце лето жара чистейшее море прибрежные городишки и каждый раз новые так вот я буквально подсел на жареную рыбу практически везде по всей средиземке такую готовят она знаете такая хрустящей такой панировки маленькая жареная ее в меню так и называют small fried fish вчера в магазине отоваривался там как раз таки завезли свежего анчоуса в черноморье его хомса называют смотрите какой красавчик чудо просто чудо решил порадовать себя но ночное соуса приготовлю классический олеоли на канале есть ролик про упрощенную версию я решил сегодня потрудиться собрался с духом и сделать все по классике понадобится чеснок немного соли оливковое масло экстра version ароматное и рафинированное тоже оливковое понятно и очень много терпения классический готовит в ступке добавляя к истолченому чесноку масло по каплям буквально по каплям дело очень небыстрое я бы даже сказал муторное масло начинаем добавлять только после того как чеснок уже растет такую воднородную кашицу понемногу по чуть-чуть почти 50 минут жарко муторно чтобы я еще раз нет буду делать не классический этот на вкус конечно полегче что тут говорить вкусно но слушайте если вам не жалко 50 минут а то и часа делайте а так лучше не можете себе голову делайте с яйцом блендером быстро вкусно здорово теперь надо разобраться с рыбой разобраться это значит выпотрошить тоже дело не быстрее потому что ребенок это мелкая зато дальше все довольно просто яйцо соль и перемешать панировать лучше смеси пшеничной муки и кукурузного крахмала соотношение примерно один к одному делать это можно конечно красиво кинематографично по одной рыбке в панировку опускать но я для ускорения процесса воспользуюсь с рабоче-крестьянским методом пакет панировка и рыбеха перехватить вот так вот и потрясти как следует готово смотрите все очень быстро и вся рыба равномерно запанировалась теперь сборка на сковороду сразу немного масла и рыбу сюда же и теперь еще масло теперь уже побольше и и вот только сейчас начинаю обжарку без крышки причем во время обжарки рыбу не трогаю она мелкая поэтому румянится достаточно быстро пора переворачивать но сначала сливаем маслом все теперь ждем под румянием второй стороны может садиться за стол очень быстро готовится лимон обязательно понадобится помните да что вначале говорил такую рыбу ресторанах пиво подают лимон а а а Пивчанского. Ой, холодненькая. Отлично. Рыбку сначала без соуса, но с лимончиком. Можно на самом деле позвоночник и голову не отрывать, если рыба достаточно мелкая. Это, конечно, крупновато. Когда мелкая, я прям так целиком ем, и мне нормально. Обожаю. Поджаренная, хрустящая, как семечки, красота. А сейчас с соусом. Классно. Ну а соус на самом деле такой классный, вкусный. Это классический такой испанский соус, что лучше его даже с багетом. Вот так вот. Рыбка. Соус лиоли. Пивчанская. Красота. Как будто снова отпуск. Снова я на море в Хорватии на яхте. И моложе на 15 лет. Красота. Готовьте. Пробуйте. Таким макаром приготовить мою кильку, что найдете. Даже мороженую можно таким макаром приготовить. Нужно разморозить ее, естественно, медленно. Очень просто и очень быстро. Огромное спасибо за компанию, за лайки, дизлайки, за репосты. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok